Серьезными проблемами уже столкнулась система детских оздоровительных лагерей в России. Вполне возможно, что многие из них лишатся возможности принимать детей. А там, почему это произошло и как выйти из ситуации, мы поговорим с Борисом Куприяновым, профессором Института образования Высшей школы экономики. Борис Викторович, после трагедии, случившейся прошлым летом на Сям-Озере, правительство России решило ужесточить требования к детским лагерям и, соответственно, ввести их лицензирование. Но эта процедура требует серьезных финансовых вложений и отнимает немало времени. Как эти факторы, с Вашей точки зрения, влияют на организацию отдыха детей в этом году? В тех документах, которые президент подписал 28 декабря, то есть это целый пакет изменений в пяти законах, речь идет о, прежде всего, главном. Это проблема обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все действия должны отсечь недобросовестных поставщиков услуг. Вот это ключевая проблема. То, что касается всего остального, мы, наверное, все вместе также осознаем необходимость сохранения инфраструктуры и понимаем, что любые сейчас введения жестких требований, оно приведет только лишь к тому, что у нас отдыхать детей летом 2017 года будет меньше. И это, ну, в этом никто не заинтересован. И мне кажется, очень показательно, когда вице-премьер правительства Ольга Юрьевна Голодец назвала цифру, которая многих шокировала. Вы помните, она сказала, что почти 1700 детей у нас погибает летом в ситуации недостаточно организованного отдыха. Конечно, мы столкнемся все равно с перегибами. Ну, про это даже и нечего говорить. Как только произошла трагедия, мы прекрасно знаем, что в некоторых лагерях до 15 проверок в смену проходило. Конечно, в этой обстановке говорить о том, что, так сказать, ну, можно организовать нормальный детский отдых, да, не приходится. То есть, да, и это, если найдутся горячие головы, которые попытаются это сделать, это приведет к тому, что часть просто операторов летнего отдыха из этой сферы уйдет. Вы сказали, что организация детского отдыха – это задача субъектов федерации. Кого бы вы могли выделить, на кого можно было бы равняться? Я уже тут говорил, что речь идет все-таки о бюджетах, да, региональных. Но мы можем выделить несколько таких сильных регионов. Ну, в частности, очень интересно, у нас работает уже многие годы Пермский край, который пошел на выделение сертификата для семей. И этот сертификат родители могут непосредственно на этот сертификат купить либо всю путевку, либо ее часть. У нас очень интересно работает Новосибирская область, несколько десятилетий. В этом регионе, кроме, на мой взгляд, очень удачной и, так скажем, сложившейся инфраструктуры, есть замечательные традиции. Традиции и образовательные. Я имею в виду вовлеченность в организацию летнего отдыха хороших специалистов, хороших педагогов, исследователей, преподавателей педагогического университета, которые выступают организаторами, разработчиками смен, руководителями педагогических отрядов. Кроме того, очень интересно само по себе сообщество начальников загородных лагерей Новосибирской области. Это действительно такое продуктивное сочетание хорошего такого бизнес-подхода к организации летнего отдыха, к пониманию специфики этой услуги. В сфере летнего отдыха работает много общественных некоммерческих организаций, которые сегодня достаточно успешны. Как на ваш взгляд, смогут ли они продолжить свое существование в этих новых условиях? И хватит ли у них средств и возможностей? На самом деле организации очень разные. И, конечно, повышение требований, оно нанесет удар по небольшим организациям. Я думаю, что ужесточение требований, и даже не столько само по себе ужесточение требований, сколько практика надзора со стороны надзирающих органов, может привести к тому, что они не то, что перестанут этим заниматься, а, скорее всего, что они уйдут в тень. До начала летнего оздоровительного сезона остается совсем мало времени. Успеем ли? И сколько времени, с вашей точки зрения, нужно, чтобы все заработало? Чтобы оно заработало, нужно как минимум 2-3 года. Для того, чтобы все привыкли к этим требованиям, поняли, разобрались в них. И, конечно, сезон 2017 года несет в себе угрозу именно в том, что требования где-то введены. Дело в том, что тот или иной нормативный акт люди читают по-разному. И вот очень важен именно общественный договор. Общественный договор между теми, кто контролирует, и теми, кто исполняет непосредственно услуги летнего отдыха. И вот в тех регионах, где этот договор будет достигнут, я думаю, что мы получим хороший детский и содержательный, и безопасный отдых. Спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. О проблеме детского отдыха летом мы поговорили с профессором Института образования Высшей школы экономики России Борисом Куприяновым. Продолжение следует...